Так, Таганрог основан в конце 17 века. Население 245 тысяч примерно. Такой с размером с Ишкаралу маленький городок. Я вчера по нему-то долго ехал. Про него я вообще ничего не знал. Кроме того, что здесь живет Сергей Юрьевич Беляков, разговаривающий с телевизором. Сейчас немножко почитал. Офигенный городок. Сейчас я по нему прогуляюсь. Здесь родился Чехов, Ораневская. Много производства было. Сейчас тут авиационный завод вроде какой-то есть. Достопримечательностей достаточно много, поэтому прогуляемся по городку такой невысокой застройки. В основном какой-то одноэтажный, двухэтажный, я так понял. Вроде небольшой, да. Едешь, по нему такой достаточно. Площадь большую занимает. И трамваи самое главное есть. Там порядка девяти, девяти маршрутов. Вчера я даже видел тоже современные такие московские трамвайчики гоняют. Сейчас по основным достопримечательностям в сторону пляжа прогуляюсь и полежу на пляже. Все-таки на море. Нужно немножко позагорать, кайфануть, отдохнуть. Пожалуйста, дом Родневской и сама Фанни Фельдман. Преурожденная Фанни Фельдман. Вот здесь стоит и памятник. Совсем недалеко от моей гостишки. Народный артист Советского Союза. В этом маленьком городке как минимум две набережных. Пушкинская и Чеховская. Несколько пляжей. И вообще, мне кажется, этот город мне понравится. Вообще, тупо не планировал даже сюда заезжать. Все спонтанно у меня получилось. И с Мариуполем, и с Таганрогом. И дальше примерно так же будет спонтанно все происходить. А живу я практически на улице Петровской, на углу. Хотели ее сделать или хотят до сих пор пешеходной, потому что пешеходной улицы здесь нет. Но здесь все улицы односторонние, поэтому трафик трудно будет перенаправить. А так бы она неплохо смотрелась, как пешеходная. Прогуляемся по ней сегодня еще. Много всякого интересного на ней. Только вот эти переходы P-образные немножко напрягают, как и в Питере. Сегодня такое же пекло, 33 градуса. Надеюсь, на море полегче будет переноситься. Это сейчас по Тургеневскому переулку как раз спускаюсь на Пушкинскую набережную. Куча всяких скворечников разноцветных. Итак, перед спуском на Пушкинскую набережную по каменной лестнице нас встречают вот такие солнечные часы. Пишут, что в 19 веке были установлены. Похоже, даже оригинал. Да, это плита точно оригинальная. Технические часы. Переменяющиеся. Не показаны. Так, первая теперь часть, точнее вторая вот каменная лестница, визитная карточка до Гонорога. Очень приятные даже. Или эти скамеечки стоят на ней. Удорожено объявление, что ремонтная работа проводится по 1 июля. Уже давно не 1 июля, но, судя по всему, центральный проход так и закрыт. В общем, да, сегодня уже 11 июля, а центральный проход до сих пор закрыт на Пушкинскую набережную. Вот таким забором она меня встречает. Там какая-то стелла стоит. Похоже, этот забор как бы очень длинный. Значит, по набережной с той стороны не прогуляемся. Зато видим трамвайные пути, судя по всему. Или железнодорожные все-таки. А, не, а железнодорожные. Если бы были трамвайные, был бы трамвай. Место паровоза. Пока что-то не совсем понятно, как мне на эту набережную пробраться. Везде какие-то заборы, заборы. Тоже какой-то забор, какие-то опять ремонтные дороги, пароход запрещен. Как вообще пройти на эту набережную, на вашу? Что у вас тут творится вообще? Там вот мужики пошли через какую-то территорию какого-то ресторана, что ли. Там забор вроде нарисован. На индекс-картах тоже хрен пройдешь насквозь. Но пойду за ними попробую. Может, просочусь я все-таки вот здесь где-то. Нет, они возвращаются назад. Значит, хрен я там просочусь. Ну что, пойдем, значит, по дороге. Только вот какие-то слова любезности Таганрогу произнес. И тут он у меня сразу на себе забор, короче. А не набережная наша прекрасная, да? Таганрогская. Ладно, будем искать сейчас. Аллилуйя, нашел указатель. Вход на набережную. Вот он прямо здесь, вот в таком КПП здесь. Надеюсь, документы не проверяют. Стоянка тут даже была написана сверху. Да, неплохо. Главное здесь не заглудиться опять. Там впереди какие-то опять ремонтные работы. Вся центральная часть, похоже, у них на ремонте. Ну, хоть вот к воде можно, наверное, здесь все-таки увидеть море вон оно вдалеке. Ура, ура! Я вышел на эту набережную Пушкинскую. Пляжи у нас по всей, наверное, туда левее. Там какой-то лисейский пляж, что ли, самый модный. А здесь все печально. Как-то плиточка вроде свежая, тут все провалилось внезапно. Зеленое, пахнет прекрасно. Так, ну, короче, да, вот этот центральный скверик я не увижу. Он за забором. И неизвестно, когда закончат работы. Такая смотровая площадочка здесь. Похоже, порт у них таганровский. И адское пекло. Не знаю, что там вляжет сейчас, конечно, на дальнем. Попробую дойти. Вода цветет прям. Такая вот зеленочка, смотрите. Как Волга в Узморье прямо. Наверное, теплое, как молоко парное. Кто на фотографиях повеселее, это набережная Пушкинская выглядела. Я ожидал другого. Здесь вот просто так, короче, как бы даже деревьев нет. Они вдалеке есть, но там тень никакой не дают все равно. Видите, тут все провалилось. Здесь все вот эти советские сходы к воде стоят. Уставшие здесь они делали. Плиточкой выкладывали, а потом решили перегородить. Ну, то есть, как бы да. Заранее нельзя в город хавалить, нельзя. И тут, видите, все тоже провалилось, все заборчиком отгорожено. То есть, прямо у этого забора у воды не постоять. В советское время он ничего не реставрировался. Он, видите, уже заваливается в море эта набережная. Ну-ка, здесь такой вот сходик. Просто бетоном залито тоже. Да, вода просто. Видите сами, какого цвета. Она очень плотная, наверное. Вековая паутина. Как в фильмах ужасов в заброшенных домах. Ну да, в общем, вот сам этот, сама стена начала заваливаться в море. И, соответственно, здесь весь тротуар начал проваливаться вниз. Когда это произошло, непонятно, оно прям все провалилось. Ну, быстро сделали дополнительную набережную, и все, и нормально. Ходите по временочке этой. А это, может быть, когда-нибудь восстановят. Вон, видите, как размыло-подмыло, аж все провалилось. Вот на каком фундаменте стоят эти стены набережной. То есть, плиточка свежая. Выложить-то выложили, но не провели экспертизу. В каком состоянии находится нижний слой, скажем так. Прям реально руины Древней Греции какие-то. Вот иду всю дорогу, вот такая хрень. Ну, это во время штормов, наверное, тут прям, наверное, да, заливает, подмывает. Когда она тут была сделана, я не прочитал. В годах, наверное, в 60-х. Сегодня раньше. С тех пор ничего не реставрировали. Да, такое уныние, уныние. Прям вот ешь по набережной такой чувствуется. Да, тут тоже так же, как в Мариуполе, по колено воды. Километр целый, вон люди ходят по воде практически. Лухури-отель, какой-то клуб со своим бассейном. Кто не хочет, кто-то там в зеленом говне купаться. Можно здесь оплатить. Ну, Грин Миш-парк. Я, похоже, дошел до этого. Елисейский пляж, наверное, по карте не проверял. Ну, давайте, ну, здесь такая же вода желтая. То есть зелено-желтая. Ну, чуть подальше, наверное, пройду вот там. Там и полезу. Ну, в общем, здесь идти не знаю сколько, чтобы нормально можно было искупаться. Чтобы вы понимали, вот эти блоки бетонные. Вот видите, вот раз блок, два блок, три. Ну, их там по периметру они как бы расставлены. Вот около них по поясу воды. Я чуть дальше за них прошелся и искупался немножко. Поплавал. Позараживает горизонт. Такие тела огромные. Дальше не стал идти, надоело тупо. Зато не утонешь. Тоже есть плюсы. Я не знаю сколько метров до них. Метров двести, наверное. Я просто запарился идти. Ну, из всех морей, на которых я был, это самое грязное. Даже грязнее, чем индийский океан после шторма. Буду принимать солнечные ванны. Надо все-таки нормально уже загореть, а не кусками. Покайфую и полежу пару часиков. Надеюсь, не обгорю. Ну что, полежал на пляжу. Искупался даже. Позагорал немножко. Солнце сейчас спряталось. Так классно стало вообще. Какими-то облаками затянуло все небо. И прям вот погода идеальная. Стало вообще. Сейчас прям погуляю, наверное. Пляж по тестоте, наверное, второе место снизу занимает. Самое грязное, которое я видел в обозримом прошлом. Это, наверное, Новоафонский пляж был в Абхазии. Здесь примерно такое же. Ну, такие пляжи обычно в 90-х годах были по всей стране. В общем, неплохо, скажем так, да. Город на море. Хоть какое-то море. У некоторых даже рек нет. Поэтому я считаю, что норм. Такой зеленый скверик на украинском переулке. Около гостишки. Прямо вот обнаружил. Только очень странно такие узкие тротуары. И вот посередине вытоптана земля. Просто песок. Травы нет. Очень странное решение. Ищу где пообедать. Бизнес-ланч поесть. Будний день все-таки. Какой тут ресторан горский тут есть. Попробуем узнать, сколько что стоит. Вот вам похоже. Второе место. И тоже нет бизнес-ланча. Хотя Яндекс-карты говорят, что есть. Но мне подсказали. Говорит, иди на Петровскую. И там этих ресторанов с бизнес-ланчами до хрена и больше. Такое ощущение, что я сам в Ростовца превращаюсь. Такой утомленный солнцем. Уже ничего не соображаю. Что-то бормочу, хожу. Вообще просто. Тут только по Петровской хрена. Париулок смотрю. И такой вот новодел стоит интересный. А я все продолжаю искать. Какой-нибудь кафетерий с бизнес-ланчем. Три штуки обошел. Нет нигде. Но я не сдаюсь. Так, в шестом месте оказался бизнес-ланч есть. Но он уже закончился. Первый раз вижу, что с 12 до 2 бизнес-ланча. Но мне подсказали, что есть до 4. Нужно пройти два квартала вниз. Или вверх. В какую сторону смотреть? Нет, судя по всему, вниз, да. С горы спускаюсь. Кстати, приятная лучка такая эта Петровская. Вот как раз ее и хотят. Хотели сделать пешеходной. То было бы просто великолепно. Она, получается, как раз вдоль моря идет. А море у нас справа. Очень приятненькое. Интересный домик на улице Фрунзе. Издалека кажется, как будто он деревянный. Подходишь поближе, оказывается каменный. И к тому же, смотрите, какие тут фигурки на нем. Похоже, жилой дом обычный, да. Санавески разные. Вот такие вазоны тут стоят. На въездной группе. Только сейчас гостишки обнаружил карту Таганрога со всеми достопримечательными местами. Скажем, памятник истории, архитектуры и радостроительства. Смотрите, черненькие домики. Это все памятники архитектуры. Вот тут прям список есть. Удобно. А я иду дальше гулять. Ну все. Загорел немножко. Стал розовый, как поросенок. Отдохнул. Восьмой час вечера. Как раз вышел допоказывать остальные достопримечательности, которые себе на карте отмечал. что днем что-то было как-то не очень. Мне хорошо, скажем так. Наверное, все-таки перегрел все уже. Но сейчас более-менее. Тоже низкие балкончики. Прям спокойно рукой достаю. Классно. Решеточки, правда, поставили. А здесь... О, это получается как-то интересно сделано. Цокольный этаж. Дом там, наверное, годов 50-х. Смотрите. Первый раз такое вижу. Это тоже квартира, что ли, на первом этаже или какая-нибудь? Подсобочки какие-то прикольно. Все, только сейчас обратил внимание. А у нас тут своя атмосфера. Смотрите, какая движуха тут происходит. Так вот лучше видно, наверное. Здесь коммунальная служба поленились? Или какие тут отвечают за зебры? Вот видите, перекресток одна зебра нарисована. По правилам, насколько я знаю, можно переходить по этому перекрестку в любую сторону. Ну, если одна зебра, то тут без вариков. Если дорогу перейти как-то надо. С тех пор не могу понять атмосферу этого города. Не могу ни с чем сравнить. Пока. Вот сейчас, на данный момент. Может, сейчас нагуляюсь. Определюсь, потому что что-то даже ассоциации никаких нет с другими городами. 245 тысяч населения на юге. И какой-то он такой непонятный для меня пока. Вроде сначала понравился, а сейчас что-то как-то... Не могу пора еще определиться пока с отношением к этому городу. Сейчас немножко погуляем. Может, что-то придумаю. Пожалуйста. Так называемый дворец Александра Первого. Здание, где умер Александр Первый при достаточно странных обстоятельствах. Вот такое одноэтажное здание тоже. Сейчас здесь у нас детский санаторий «Березка» находится. В этом доме в июне в Севастопольске останавливался дороги в Кавказ. Великий поэт Пушкин. Видите, даже вот Пушкин и останавливался. И в этом здании останавливался российский император Александра. Здесь же в последние дни его жизни. Такие дела. То есть вот здесь он и умер в Таганроге. Название не договорил. А дворец Александра Первого по факту это просто здание. На тот момент, когда Александр Первый здесь был. Какого-то чиновника местного был. Просто он здесь остановился и умер. А мы двигаемся дальше. Прикольная улучшка такая малюсенькая. И с этой зеленой полосой, да, с разделительной. Все такое уютненькое. Вот трамвайчик, вот так я вам и говорил. Московского типа. Свежие у них гоняют, я так понял. Подвижный состав весь свежий. Идея для такого вот маленького городка. Смотрите, какие прям нулевые трамвайчики. Вот прям как будто только с завода вышли. Один, то ни одного тебя опять зачастили друг за другом. Самое высокие здание вот такого. Такой этажности. Шестиэтажный. Что-то выше не видел, не припомню. Может вот там какая-то девятьэтажечка стоит. Обычно, как видите, да, двухэтажные дома. Такие все старые одноэтажные, двухэтажные. Такой вот свежей застройки не так много. Ну здесь, в центре, по крайней мере. Непонятливо. Закрыто, очень закрыто. Все ломятся, наверное, сюда. Потому что открыто 24 часа написано. Вот вводите в заблуждение. То открыто, то закрыто. Вчера, когда я ехал на машине, заезжал в город, заметил, что у них мусорки раздельного сбора. Мусора, пищевые отходы, смешанное, стекло, бумага. Никогда не понимал, кто этим будет заниматься. Пару людей знаю, которые этим занимаются, но ненадолго их хватает. То есть там десять пакетов нужно дома иметь. Как минимум четыре, пять пакетов. Видите, вот пять разных. И складывать. А к тому же пакет-то еще полимерный. То есть там нельзя просто в стекло положить. Нужно стекло отдельно в стекло. Ну то есть это такие забавы для тех, кому делать нечего. Захожу к дому музея Чехова, где он родился. Потому что в этом доме что-то пару лет первых только прожил вроде. Вот домик Чехова, мемориальный музей. В 1926 году. Так он выглядит. А жил он в другом доме уже в детстве. Ну вот тут расписано все дома, связанные с Чеховом. Ордовое гнездо, музей Дарья Чехова. А то еще Ордовое гнездо. Это где другие родственники, да, музей Дурова. Музей Седленкова сделала. Чехова, все, музеторец. Алфераки. Литературный музей Чехова. Вот все отмечено на карте. И барбосы всякие бегают тут. Кстати, вчера был тринадцатый день путешествия. И тринадцатый город, Таганрог, в который я заехал. Вот так вот получилось у меня хорошо. Не помню, говорил я во вчерашнем видосе про это, но на всякий случай повторюсь. И вот такие мемориальные доски, посвященные прототипам героев различных произведений. Вот здесь, например, инспектор гимназии Диаконов. Один из прототипов героя рассказов Чехова. Человек в отеляре. В этом доме жил. Получается, у нас, видите, улица не просто Чехова, а улица имени Чехова. Табличка, видите, как и переулк Тургеневский. Вот этот дом. Это эксклюзив. Вот таких тачек я сто лет не видел. Таври 1105. Это вообще бомба просто. Она еще и ездит. И даже такая свеженькая. Запорожский автомобильный завод, интересно, жив? Или ему тоже, как я за встали? В таком же состоянии будет скоро. Кузенький проходик между домами куда-то на другую улицу. А может это даже улица какая-то. В общем, очень странное ощущение от этого города. До сих пор не могу понять, что он похож. Он ни на что не похож. Это уникальный городок в моей копилке. Потому что идешь, реально думаешь, какая-то деревня. По факту это не деревня. Потому что дома все кирпичные. Даже одноэтажные. Тут деревянных домов вообще, кстати, не видел. Тут все кирпичные. Не припомню. Да, вообще не помню ни одного деревянного дома. Но и при этом так же кажется, как будто в 19 веке находишься. Ну, это не в 19 веке. Какой-то диссонанс какой-то происходит у меня. В Кавминводах примерно вот там Пятигорск такой же. Ну, там санаториев этих на тыкано-советских. Там сразу видно, что это не 19 век. Такой современный город. А здесь вот ты вообще как будто потерялся во времени и пространстве. Специфический городок. Но зато очень зеленый. Смотрите, какие тут улицы. Забыл сказать, Таганрог славен тем, что это первый город, построенный по регулярному плану. Но также это город, порт, первый построенный на открытом морском побережье. Я так понимаю, в Питере там не открытое морское побережье, там вот тут губаневское. А здесь типа вот прям море, хоп, и все. До самого горизонта. А вот, пожалуй, сквер Чехова. Дошел до него наконец-то. Очень приятненький. Антон Павлович тут выседает. И такой типа гостиного двора, что ли, местного. А мы двигаемся дальше. Памятный камень узникам фашистских лагерей. Более 27 тысяч таганрожцев. Через них прошли. Тут какой-то забор. А, стадион здесь вроде на карте был. Типа стадион Динамо какой-то. Он когда-то был. Физически, мне кажется. Давайте посмотрим, что там с этим забором. Ничего. Какая-то пустая площадка. А, нет. Стадион Динамо чуть левее. Вот он. И он даже работает. Смотрите. Поле поддерживает. На ближайшем виде полевая. Ну, давай сводись. О! Реально эти мусорки, смотрите, везде у них стоят. Тогда норожце напишите. Вы реально раскладываете мусор по пакетам по-разному? Или это просто так все сделано? Вот неплохой домик продают. Можете приобрести. Красивый. С колоннами. Привет, глазастый. Вот так еще мусор, я считаю. Смотрите, такой дом с колоннами модный. И тут такой балкон застекленный. Даже комната, наверное, отдельная. Причем по бокам окна, наверное, к той же квартире относится. Непонятно. Но это, конечно, трэш и угар. Надо сфоткать, кстати. С центрального рынка идет комсомольский переулок. Но это не переулок, это прям бульвар. Смотрите, здесь пешеходная территория. Посередине какие-то ларьки. Широкая часть такая. И слева-справа автомобильная дорога. Проезд же и часть, точнее. Очень приятненько. Эти ларьки тоже такие, привет. Из нулевых, наверное, стоят здесь. Наверное, половина не работает из них уже. Это какие-то на охране. Какие-то, наверное, уже мертвы. Здесь, смотрите, вообще прямо лес. Обычный лес. Даже не заморачивались, не облагораживали. Натоптанная тропинка. Обнаружена стела, которая называется «Флюгер автостроения». Привет из советского прошлого. Почему здесь у нас стоит автостроение? Волга, Победа. А по годам тут расписано, какие машины делали. Смотрите-ка. Давайте пробежимся по этой истории. Автонобилестроения советского. Что у нас тут? Скаданы. Бьюгик. При чем здесь Бьюгик-то? А, тут вон оно, короче. Общемировое, да, не советское. Ну, находом заканчивается все. Как раз, наверное, в 50-х годах поставили. Вот, кстати, мусорка для тех, кому лень, и для тех, кому не лень. По улице Карла Липних-то. Хочу вам показать. Вот этот мне такой диссонанс небольшой доставляет, что трамвайные пути у них идеальные. Просто вот встроены в дорогу идеально. Такого вообще только в Москве, наверное, видел, чтобы вот так проходили. Смотрите, как будто кусочек такой из другого города какого-то. Хоп, все трамвайные пути сюда поставили. Чуть отходишь, и там просто какой-то частный сектор с мусорками непонятными, с расписными стенами. То есть такой кусочек Москвы в Таганроге. Очередной переулок, чтобы вы понимали, вот такого размаха у них переулки в Таганроге. Еще по которым трамваи гоняют. Это прикольно. Прям посередине пойдем. Кто-то очень любит Таганроге трамваи. Смотрите, какое депо модное. И вот реально подвижной состав весь свежий. Вон какой-то ретро-трамвайчик там один стоит. Я в шоке просто. Что здесь? Почему так трамвай здесь любят? Видите, вот даже табло там электронное с этим, с расписанием. Остановочки все однотипные на каждой станции. Какой-то национальный проект, похоже, здесь прям был реализован. Смотрите, сколько у них маршрутов трамвайных. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, как я и говорил. Ну, это для города 245 тысяч, чтобы вы понимали. Кстати, а может у них, наверное, другого транспорта? Может нет? Во! Все, стало на свои места, потому что я ни одного автобуса не видел. Троллейбусов точно нет? Я автобусов не видел. Скорее всего, трамвай – это базовый, единственный транспорт. Да. Вот так, кстати, я люблю раскрывать город. Чувствуете, да? Просто ничего не знаешь про город, гуляешь по нему. И хоп-хоп какие-то связи, да, логические цепочки начинают устраиваться. Вот это я больше всего обожаю в последнее время. Это тем любителям писать мне в комментариях, что я нихуя не готовлюсь. И мне должно быть стыдно. Мне очень стыдно, сразу вам говорю. Но со своим ценным мнением можете идти куда-нибудь подальше. Например, к психотерапевту. А я двигаюсь в Приморский парк. Думал недалеко, что-то я уже устал до него уйти. А брат, мне кажется, на трамвай надо будет ехать. Надеюсь, карты тут принимают, а не как в Минске. На Чили на расслабоне. Немножко свесил. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот свеженькие дома. Девятиэтажные здесь есть, ближе к Приморскому парку. Вот самый, наверное, самый большой девятиэтажный. Шум, слышите? А вот там трамвайчик. Есть такой, причем, звук интересный, кстати, сверху и снизу одновременно. Кстати, бесплатный сеанс психотерапии могу вам провести тем, кто пишет, что я должен что-то готовиться к чему-то. Когда путешествую, да? Что-то там узнавать, рассказывать и вообще должен более интеллектуально развит быть. Так вот, если вы живете в парадигме, что вам кто-то что-то должен, то вы будете несчастны всю жизнь. Запомните это. Очень просто. Бесплатный сеанс. Можете не благодарить. Я сегодня добрый пиздец. Поэтому второй бесплатный сеанс психотерапии. Если вас триггерят матерные слова, хуй, пизда и блять, например, да? Значит, у вас проблемы с сексуальной сферой не закрыты. Какие-то моменты с этим делом. Поэтому это тоже можно проработать. И мат вас не будет больше триггерить. Это первое. Второе. Также мат – это очень классный инструмент для эмоциональной окраски того, чего я говорю и вообще говорит любой человек. Если им виртуозно пользоваться, то это будет прекрасно. Вот еще второй бесплатный сеанс. Смотрите, очень добрый просто. Сегодня Ростовское море. Солнце, оно меня так прямо облагородило. Стал добрым. Еще добрее, чем был. А вот и парк, наконец-то. Я в него врываюсь. Тут дюжевое место, смотрите. Люди входят, надеюсь, на ночь его не закрывают. А вот, оказывается, где весь народ тут из Таганрога гуляет. Оказывается, там парки. Вечером все вышли, потому что днем здесь, наверное, невозможно тоже находиться. Хотя тут тенек такой, деревьев много. Все после работы. Сегодня же будний день. О, класс! Смотрите, какие виды на море открываются. Тут даже пляж похож есть. Тут по карте очень много пляжей у них. Посмотрим, насколько это благоустроено. Люди вон купаются. Здесь также по колено похожий километр. А Приморский пляж, да, смотрите, все. Купаться не запрещено, надеюсь, потому что в Бариуполе вчера было запрещено купаться, написано. Сейчас посмотрим поближе. Ну, такое. Тут какой-то ил, камешки под ногами. Там хоть песчаный был. Ну, народ тусуется. Да, в общем, вся движуха здесь в Приморском парке. Смотрите, сколько людей. Сколько делать? 8 часов где-то примерно. Девятый, наверное. Прям здесь хорошо. Но он далековато от центра. Трамвай доехать можно, конечно. Что, жду трамвайчик. Любой из 149. А он уже мчится какой-то. И еду дальше. Получается совсем стемнеет. Надо еще подснять кое-что. Реально, как в Москве. Приложи карту и едешь. Я вышел на трамвайной остановке. Сразу же нас встречает вот такой информационный щит. Круглый дом из архивов музея. Памятник конструктивизма. Сейчас мы зайдем. Первый круглый дом на территории Советского Союза. Построенный двор в 1929 году. Вот он слева. Сейчас я проберусь во двор и посмотрим на него внутри. Охренне, похоже, я туда зайду. Потому что здесь забор. Засранцы. Вот он, капитализм. Наверное, заебали. Все ходят туда, смотрят, как в Питере. Ну, короче, разорванное буквой... Ну, как буква С, разорванное кольцо. Может, меня пропустит кто-нибудь? А-а-а, пожалуйста. Видите, короче, там балконы. На втором, третьем этаже. Не балконы, а двери. Квартиры на общий балкон выведены. Я такое первый раз в Ялте видел. В обычных длинных домах прямоугольных. А здесь вот круглый домик. И там такая акустика, как говорят, во дворе прикольная. Срочно. Быстро снять. Вот смотрите, такие балкончики. Стиль конструктивизма. Внутренний двор захожу. Потому что меня предупредили, что меня могут выгнать отсюда. В зашей. Наверное, бабуль сейчас меня будет отстреливать чем-нибудь. Смотрите, какой двор классный. Срочно купить воды, потому что невозможно ходить. Сушняк такой постоянно. Литра три, наверное, задние выпиваю, пока гуляю. Смотрите, какая щель между домами. Так, привет из Питера. Такая мета, наверное, шириной метра. Тоже закрыта решеточкой. Иначе можно было бы пройти, наверное, сквозь. А я двигаюсь. Буду снимать основную камеру, потому что в темноте она лучше снимает. Да. А я двигаюсь в сторону старого вокзала. Шел-шел и понял, что не туда иду. Заблудился, короче. Надо вертаться взад. А где у них вот эта штука? Она вот где стоит, оказывается. Обычно по-другому пишут. А, двухсторонний, потому что понял. С другой стороны так же написано. А я врываюсь на привокзальную площадь старого вокзала. Который я, наверное, уже не эксплуатируюсь, как я понял. Через какие-то ларьки с крышами. А здесь такой скверик, типа. Ну да, реально вот эти ларьки, они, привет, из нулевых примерно. Не из девяностых, а именно из нулевых. Тогда вот это модно было такое строить. Из стекла и полимера. Кажется, я начал понимать. Это похоже на Крым. По ощущениям. Это вот как раз, где я по южному берегу путешествовал. Ну и вообще там, в двадцатом году. Такие же ощущения, как будто в нулевых годах. Город застрял. С одной стороны. С другой стороны, тут есть какие-то уже моменты из будущего, скажем так. А в Крыму, в общем, давно не был. Когда я там последний раз был. Четыре года назад. Может там что-то уже совсем преобразилось. И так вот, здание старого вокзала железнодорожного. Паровоз по классике стоит. Около вокзала. Нет, так совсем темно. И похоже он не эксплуатируется. Или может какие-нибудь фип-персоны сюда. Специальные вагоны сюда пригоняют, чтобы загружать. Но если посмотрите на карту Таганрога. Вон такой треугольник. Вдающийся в море как бы, да. И вот этот вокзал, он ближе к центру, чем новый вокзал. Он там намного севернее. Что здесь пишут-то? Есть, наверное, какие-нибудь магазины теперь в нем. В этом здании. Давайте разбираться. Эконом-шок. Цена какая-то. Что пишут? Коллектив Станцы Горок восстановлением тралля-ля. Призван победителем социалистического соревнования по итогам девятой пятилетки. Представляете? Вот так вот. Соревнования социалистические. Убежище. Это, наверное, в связи с последними событиями. Кстати, вот первую такую табличку вижу. Такие магазины, короче, здесь. Это не вокзал. Это просто магазин. Здесь улица Фрунзе уже сразу же, где как раз дом Раневский находится. И левее на квартал уже Петровская улица, по которой сейчас я пойду обратно в гостишку. Мимо парка культуры отдыха имени Горького. Если там подсветка какая-то будет, может зайду. Если там темень, то не пойду. Что здесь когда перегрёздки Ганджи так завоняло? Как будто... Или это не Ганджа? А, это у них торфейники, наверное, какие-нибудь горят. Я вчера точно-точно. Это же вечером манища такая была, чуть не вздохнулся. Окна закрывать пришлось. Что-то горит, короче, у них тут. Сейчас я вдохнул полной грудью и понял, что зря я это сделал. Похоже, это монумент Город Воинской Славы, наверное. Только он здесь в другом, видите, стиле, не как в других городах. Просто белый такой стоп. Но это не точно. Но вот судя по тому, что там наверху, это, скорее всего, он. Очень низкие кроны деревьев ласкают мою лысинку. Иду и прям массаж мне делают. Класс! Здесь, похоже, политех Таганарокысский у них находится. Ему даже 90 лет когда-то было. Блин, отвык от таких быстрых этих ночей, скажем так. То есть 9.15, вроде 9.20, уже темнота просто. Южные ночи, они такие темные. Я привык в Питере, когда там всю ночь светло, летом. Смотрите, народ тусует. Молодежь на скамеечках. Вообще движуха, прям город доживет. И вспомните, как в Брянске. Хотя Брянск больше на 100 тысяч. Вот такие вот парадоксы. Это я иду-иду вдоль забора этого парка культуры и отдыха. И никак не могу вход найти центральный. Где он у вас? У вас Петровская улица вообще вход или где? Я уже запарился идти. Ура! Я нашел этот вход. И даже парк открыт. И там какая-то движуха. И вот то, что я видел сейчас здесь в проеме, у меня сразу ассоциативный ряд подстроился. что это похоже, вот прям в ход вот такой чуть-чуть на эссинтубский курортный парк. Там какой-то модный трамвай стоит, надо срочно бежать смотреть. Какой-то трамвайчик, наверное, вот такие были раньше. Что тут даже можно проникнуть внутрь, что ли? Ура! 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 Проводиться не будут. Что-то там какая-то движуха внутри, вот какие-то фотографии. Ну прям любят они тут трамваи, смотрите. С чем это связано, не могу понять. Хорошо. Тут тоже жизнь кипит до 11, вроде парк открыт в будни, а выходные до 10 или наоборот, не помню. Там, мол, написано, можете на видео посмотреть, перемотать, если в кадр попало. Вот тут тоже, смотрите, плиточка приехала. Что-то запоздали, запоздали они с плиточкой. Или это бордюрчик? Это бордюрчик, похоже, да? Сначала. Потом и плиточка будет. Мы в сентуках уже в 19-м году переложили. Фонтанчик. Здесь, конечно, покрытие вот такое, ублюдочное. Ходить неприятно. Как бы его нет. Видите, вокруг фонтанчика скамейки кругом поставлены такие вот. Блин, не видно нифига. Сейчас увеличим. Это максимум. Максимум, что можно сделать. Эти. Живые навесы такие. Офигенно сделано. Тут тоже жизнь кипит, но в Приморском парке людей больше. Здесь уже так. Ну, тут кафетерии в основном всякие. Рестораны. Ладно, закругляемся. И бежим к гостишкам по Петровской улице. Что-нибудь интересное, если будет, еще покажу. Ну вот, смотрите, это лестница. Причем она так сделана. Шрифт такой под советский, да? Видите, закос. Я думал, советская табличка. Конец свежей 2002 года. Силами предпринимателей. Видите, тут все это благоустройство города. В связи с последними событиями, сколько, интересно, предпринимателей осталось в городе. Сколько испарилось где-то за горизонтом. Это вот по поводу частного бизнеса. Насколько он будет, скажем так, с государством. Такие вот философские мысли, да? Когда какие-то проблемы будут. В общем-то, как и в царской России так же все было. Так, любой конь вот ждет меня. Привет. Я пришел, пока шли бухать. Тут как местные уже всем дорогу показываю, рассказываю. Сейчас спросили мне, как до моря дойти. Телефон разрядился у людей. Показал, как дойти. Я не знаю, только что они там делают сейчас будут. Еще опасная штука на море по ночам ходить. Если там какая-то подсветка есть на берегу для ориентира, то можно. А если на берегу темно, то можно тупо потеряться, как обычно это и происходит. О, как я расположился на скамеечке. Просто ноги уже гудят просто. Невозненосимая библиотека имени и музей имени Чехова. Прям напротив него сижу. Завтра отсижусь в машине. Завтра буду ехать долго-долго опять куда-то отдохну в тачке. Такой себе отдых, конечно. Но, по крайней мере, не ногами ходить. Наконец-то нашел самый центр. Это вот правительство, похоже, у них здесь. Потому что голова Ильича стоит. Все, теперь я знаю, где центр. Внезапно обнаружил драмтеатр. Видите, все на пути у меня прям. Что у нас? 197-й театральный сезон, 197 лет театру. А, я так и не выяснил, кстати, с этим-то, с ростовским. Музыкальным сейчас почитаю. Почему там два сезона. Что у нас на август? Семейка Крауза. Ох, это она. Зойкина квартира. Гладранцы. О, вот. Надо сходить. Про меня спектакль. Гладранцы или аристократ? Хорошие. Это звание мне нравится. Примадонны. Те самые Примадонны, которые я видел уже. В театре на Литейном. Остальное не видел ничего. Я попутал. Там неизвестный вообще какой-то был монумент. Белый. Вот город воинской славы здесь. У правительства местного стоит. А там даже на карте, в Яндекс-картах не написано, что это за монумент такой был. Ну видно из советских времен какой-то. Просто вот там такой же этот. Орел был наверху, поэтому нет, смутило. Нет, они все однотипные, значит, во всех городах. Не перепутать. Город живет, смотрите, прям класс, класс. Прям как будто в Сочи каком-то вечернем, а не в Таганроге маленьком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова